Свой профессиональный праздник 19 октября отметили спасатели, люди, которые в любую минуту приходят на помощь, тушат пожары, вызволяют людей из беды. В этой нелегкой профессии нужен стальной характер, смелость и отвага. Именно такими качествами обладает герой нашей передачи Бердашев Замир Амагильдевич, ветеран органов гражданской защиты, профессионал своего дела, посвятивший всю жизнь борьбе с огненной стихией и служению Отечества. Несмотря на высоту отданных этой работе лет, до сих пор находится в строю. Сегодня в нашей программе он расскажет нам о своем жизненном пути. Мы рады вас приветствовать в нашей передаче «Замир Амагильдевич». Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы вначале вы рассказали нам о своем детстве, где вы родились. Родился я в Западной Казахстанской области, Терекинский район, поселок Социализм. Папа у меня Амагильдий Терекинович, мама Аккерлес Галимовна. В семье у нас пятеро детей. Из них старший – это сестра, старший брат, после этого иду я средний, после меня братишка Жасталаб и сестренка Эльмира. У нас, в общем-то, пятеро. Что хочется о семье сказать, о семье, то, что папа еще с тех советских времен работал на партийной должности. Вот, уйдя на пенсию, он так же, как и мы, приткнулся в наши ряды и немножко поработал руководителем противопожарной службы аэропорта города Уральск. Ну, а если говорить о семье, можно отметить то, что все нас трое братьев, мы ветераны органов гражданской защиты. Сейчас, на данный момент, как это и ранее было принято говорить, династия у нас продолжает деятельность, работать именно органы гражданской защиты. Это как и племянник, это сын Жасталаба, так и моя дочь Салтанат. Братья тоже сейчас на заслуженном отдыхе? Ну, братья даже на заслуженном отдыхе, ну. Ну, это большая гордость, наверное, для вас, что за вами идет достойная смена, ваши дети, племянники. Если сложить общий стаж нашей работы, это более 80 лет именно в этой структуре. Поэтому, конечно, это большая гордость. Хотелось бы также отметить, что у меня два старших брата получил медаль за отвагу на пожаре за периоды своей службы. Жасталаб, братишка, тоже имеет медаль Ерлевышин. А в этом году племянник также за спасение ребенка получил медаль Ерлевышин. Поэтому они награждены, так сказать, правительственными наградами. За оценена их работа. Замир Амгельевич, ну, а вот как вы сами пришли к этой профессии? Как зародилось желание бороться с огнем? Ведь в детстве все мальчишки мечтают стать пожарными, космонавтами, летчиками. У вас тоже была такая мечта с раннего детства? Давайте не будем лукавить, наверное. Вы правы в плане того, что в детстве каждый мечтает о чем-то. Точно так же и я был, мечтал стать летчиком или бортмехаником. Но так получилось, что после демобилизации осенью 1985 года я практически пришел в одну из старейших пожарочастей Казахстана. Там, где уже работал мой старший брат, Жаскайрад. Я пришел туда просто пообщаться, посмотреть, как все это происходит. И тут, так сказать, пожар. И мне, так сказать, стало интересно. Я более так подробно начал смотреть, изучать, как люди, чем они занимаются. И я принял для себя тогда вот решение, что хочу быть пожарным. И вот именно это решение было в 1985 году. И в январе 1986 года я уже пришел в пожарную охрану пожарным. И вас сразу приняли на работу? В сентябре 1986 года я поступил в Алматинское пожарно-техническое училище. Два года там отучился. По окончанию присвоили звание лейтенант. Служба за все эти годы, она все-таки шла. Если дальше переходить, если в отношении того, как я пришел в пожарную охрану. И эта история, если так разобраться, за 32 года именно в органах гражданской защиты. Это кажется много, но как будто пролетело все это. Как одно мгновение. Какое-то мгновение. Замир Амгельевич, ну вот эта деятельность, как вы сейчас сказали, посвятили 32 года. Действительно, это как, наверное, один миг буквально пролетел. А можете рассказать, какую была служба в далеком 1986 году? С чего все начиналось? Что изменилось за все это время? Есть с чем сравнить в далекие 80-е, начало 90-х. Вы знаете, мы пришли в пожарную охрану тогда, когда еще те советские машины, это зилы были. Емкость воды, которая не превышала 2,7 кубов. Все оборудование, которое было еще с того советского времени, это было то оборудование, на котором и до нас, конечно, работали. Но, тем не менее, мы, так сказать, выполняли свою работу по организации ликвидации тушения пожаров, ликвидации чересчайной ситуации. Но вместе с остановлением самого государства нашего с независимостью 1991 года пожарная охрана точно так же развивалась. За эти годы, можно сказать, что на наших глазах, да, значительно поменялась материально-техническая база. Это база, это техника, это совершенно современные оборудования, аварийно-спасательные инструменты. Ну, и много. Это специальная техника, это пожарная техника. Емкость, о которой я говорил, 2,5 куба, 2,7. Сейчас это как минимум 5 кубов воды и 350 литров пенообразователя. Это довольно-таки достаточно. Довольно-таки сильное такое хорошее оснащение. Я не говорю уже про вертолетную технику. Буквально недавно было создано подразделение по ликвидации розлива нефти на Каспийском море. Вы прекрасно знаете, что добычи серого углерода, серого нефти проходят на Каспийском шельфе. Поэтому министерство по чревчайным ситуациям перед собой ставит такую задачу, чтобы не допустить природных катаклизм, связанных с чревчайными ситуациями, защитить экологию, море в конце концов. Поэтому развитие, если вернуться опять к технике, то если наши автолестницы в то время поднимались на уровне только девятого этажа, сейчас это 30-метровые автолестницы были, сейчас это 55 и 60 и еще выше. То есть техника довольно серьезная, сейчас все роботизировано, применяется новая технология, новое мышление. Ну и если переходить к кадровому составу, то сейчас большая такая подготовка идет. И очень сильное внимание министерство уделяет именно подготовке кадрового состава сейчас, руководящего состава. То есть работать было намного сложнее в то время, нежели сейчас? Или в каждом времени свои трудности? В каждом времени есть определенные трудности. Мы всегда в разговоре вспоминаем о том, что у нас, как бы говорим, что у нас пожаров было в то время больше. Сейчас, тем не менее, не меньше пожаров. И, к сожалению, в чрезвычайных ситуациях, это как природного техногенного характера, они, к сожалению, не уменьшаются, если только не увеличиваются. Износ оборудования, износ техники, нарушение эксплуатации электрических, технических приборов и так далее. Тут ряд все-таки с развитием всего. Это производство, развитие производства, сфере строительства. Я не знаю, по всем направлениям у нас идет по Казахстану развитие. Соответственно, я не говорю, что допускаются нарушения, но, тем не менее, объемы для нынешних спасателей, они увеличены. Вот, если, вы знаете, давайте далеко ходить не будем, наверное, та ситуация, которая в этом году была, ну, вы же видите, это паводка и ситуация спасателей, это оперативно-спасательный отряд нашей области, это пожарные наших подразделений, пожарных частей всей области практически сутками находились на работе, их незадачи, к сожалению, мы иногда видим же, на столовых написано 24 на 7. Точно так же и у наших ребят при чрезвычайных ситуациях 24 на 7. В первую очередь, это спасение жизни людей, проведение тех или иных операций, чтобы уменьшить ущерб от тех или иных, ну, в этой ситуации, я имею в виду, правонаводнений. И, кстати, ребята отработали достойно, мы, как ветераны, тоже не только наблюдали, но мы тоже активное участие принимали. Мы с коллегами общались по поводу, имея опыт тех, чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, 11-го года, да, мы делились своим опытом, мы рассказывали наиболее такие опасные участки, они говорили, какие проблемы сейчас, вот, ну, я имею в виду в прошлом, то, что вот в этом весной, то, что было, мы часто встречались и делились своим опытом. Ну, а если вернуться опять к этому разговору, какие сложности, какие трудности, вы знаете, наверное, уместно вспомнить и о всех ветеранах, наверное, которые сделали большой вклад. Вы знаете, в те 90-е годы сохранить саму структуру пожарной охраны, это здание, сооружение, это технику, это людей, это ложилось на плечи. В те 80-е годы, это, наверное, руководил тогда начальником ОПО, был Арифин Геннадий Федорович, после него возглавил Маштаков Николай Андреевич. Вот, это люди, которые большой колоссальный вклад сделали именно в становлении уже пожарной охраны независимого Казахстана. Также Катая Фержан Советович, компанеец Николай Николаевич. Ну, если вспоминать, знаете, это очень много наших ветеранов, которые также и день и ночь работали для того, чтобы спасать жизни, спасать имущество, как государства, так и граждан, в первую очередь. Спасибо. Ну, понимаю, что за всю вашу службу, наверное, истории накопилось немало, но вот можете вспомнить один из самых ярких запомнившихся случаев в вашей карьере? Вы знаете, когда задают такой вопрос, я как бы, мне всегда хочется сказать, что не бывает... Одного случая. Да, одного случая. Для нас, для нас уже, хоть я и являюсь пенсионером, но тем не менее, как спасатели, как чрезвычайники, мы знаем, что любая чрезвычайная ситуация, связанная с тем или иным техногеном, природным характером, она всегда опасна. Она влечет за собой те или иные бедствия, катастрофы и так далее. Поэтому отделять их тоже как бы тяжело, но так, если вернуться в историю, это 91-й год, Крачаганахское месторождение, 321-я скважина, в течение трех месяцев фонтанирование, то есть горел фонтан. Вот. Наша задача, это была ликвидация чрезвычайной ситуации, связанная с фонтанированием. В течение трех месяцев пожарные и газоспасательные службы занимались ликвидацией вот этой аварии. Довольно-таки большое время это заняло, но тем не менее, оно в памяти как бы осталось. Угу. Но удалось все-таки ликвидировать? Конечно, да. В течение трех месяцев шла подготовка и через три месяца все-таки ликвидировали. Вот это один из таких довольно-таки серьезных опытов. Конечно, сил, энергии ушло очень много, но тем не менее, вы выстояли. Да, конечно. Как и вы и говорите, оснащение в то время, это сейчас есть современные такие теплоотражительные костюмы, такие как ТОК-800, а мы тогда пользовались ТОК-200, и снаряжение наше было простое. Ну, раньше, вот за три месяца вам удалось ликвидировать, ну, а сейчас, не дай бог, произойдет такой случай, уже можно за кратчайшие, наверное, сроки. Ну, технология ликвидации таких чрезвычайных ситуаций, она не меняется, поэтому я бы не сказал, что, ну, есть сейчас преимущество все-таки техника роботизации всех направлений, применение современной техники, конечно, ускорит и уменьшит потери. Каждый день, даже существующие, вернее, те ребята, которые сейчас находятся на службе, они готовы ежеминутно исполнить свой долг, спасти, если это есть необходимость. Ну, и точно так же мы, если, ну, таких случаев очень много было, это и дети, и взрослые, и бабушки, вот, это, я еще раз говорю, это связано и с пожаром, и с наводнением. Профессия спасателя заключается не только в тушении сложных пожаров, но туда входят и различные чрезвычайные ситуации. Вот можете вспомнить тоже один из таких случаев, хотя их, конечно, как вы уже до этого говорили, очень много, но ведь бывают моменты, которые остаются на всю жизнь в памяти. Вы знаете, еще раз хочу сказать, что таких случаев очень много, но тем не менее, вот запоминающимся, вернемся в 2011 год, это чугунный мост, так называемый, это мост, идущий в Деркульский сельский округ, садоводческое общество. Уже когда Чиган поднялся, Чиганское водохранилище и затопило дачи, была угроза, топило уже кардиоцентр практически, жаздоврен. Мы проводили спасательные работы, проводили эвакуацию людей, и была такая ситуация, мы буквально находились на берегу, мы вышли с воды уже, с дачи, и на встречу по воде шел человек. Мы уже, когда это было рано утром, когда пригляделись, это оказалось бабушка, вы знаете, примерно, ну, старше 80 лет бабушка, мы быстренько, значит, побежали к ней с собой в лодку, и пытались всю лодку, она вышла, вся мокрая, насквозь. Мы посадили ее в машину, чтобы она отогрелась, ее все так трясло. Начали разговаривать с ней, оказалось, что она вместе со своим дедом живут на даче. Дед парализованный. Она пыталась как можно было спасти, поднять деда как можно выше, спасти от воды, но поняв, что она ничего не сможет, она пришла за помощью к нам. Пыталась она нам объяснить, где находится эта дача, но мы не стали рисковать, и попросили ее, что можно было, одежду пожарную, то есть, боевую одежду на нее накинули, попросили, чтобы она с нами в лодку посадили, повезли. И получилось так, что она привела опять к дому, мы этого дедушку, он не намок, мы его спасли, в лодку положили и эвакуировали. То есть, вовремя подоспели. И этот дедушка такой инвалид, он лежащий, он ходить не может, мы его в лодке, значит, перевозим, и я ему говорю, говорю, счастливый, говорю, ты дед, говорю, вот, говорю, бабушка, у тебя какая боевая, она взяла и пришла. И, говорю, пришла и вернулась, еще нас привела. Вот такие факты, они остаются, наверное, в сердцах, в плане того, что человечность, и именно у взрослого человека, она не убежала, хотя бывает, что и молодые убегают. Не всегда так. Несмотря на свой возраст. Конечно, да. Она просто совершила героизм. Я так думаю, что ее подвиг, наверное, можно было где-то написать, если это, об этом говорить. Вот мне, вот, в моей жизни, вот такой факт довольно-таки интересный. Ну и сейчас, Замира Магильдевича, находясь на заслуженном отдыхе, вам не приходится скучать. Вы до сих пор в строю и продолжаете трудовую деятельность, являетесь руководителем уральского филиала ТО Симсер от Сюндруши. Вы знаете, я вышел на пенсию в 2018 году и как бы решил, наверное, отдохнуть, поездить на рыбалку, походить на охоту. Ну прошло три месяца и меня пригласили поработать сперва на строительство одного из новейших современных заводов. Это 3GP на Тингизе, я там год отработал. А через год наши же коллеги пригласили поработать именно в сфере, в той сфере, где я ранее работал. То есть возглавить подразделение именно по оказанию пожарной безопасности на Карачаевском месторождении. На данный момент товарищи с ограниченной ответственностью, Симсер от Сюндруши по Казахстану, она довольно-таки крупная ТОшка. И везде по всем областям имеются такие филиалы. У нас в филиале много таких же, как и я, пенсионеров, которые, вы знаете, есть такой спрос к профессионалам. Они всегда нужны. Во-первых, имея образование пожарно-техническое, высшее пожарно-техническое, есть спрос именно на специалистов. Поэтому в наших рядах не только я один, есть ряд наших ветеранов, которые также продолжают свою деятельность именно по обеспечению пожарной безопасности на опасно-производственных объектах. Здесь, что хочется сказать, там не только одни пенсионеры, там очень много молодых ребят, которых мы воспитываем, обучаем. То есть передают им богатый практический опыт? Конечно, мы воспитываем, мы проводим обучение как теоретически, как практически. Некоторые из тех ребят, которые работают именно в частной структуре, в негосударственной противопожарной службе, переходят в государственную противопожарную службу. То есть, получив у нас определенные знания, они переходят в государственную противопожарную службу. Потому что ребятам интересно стать, одеть погоны, в конце концов обучиться, стать офицерами и так дальше развиваться. Все-таки у любого молодого человека есть понятие развития. Поэтому мы совместно, как и не государственная противопожарная служба, это ветераны, которые продолжают свою деятельность. Но ваша преданность интересам службы всегда будет служить примером для молодежи подрастающего поколения. А вот скажите, сейчас среди молодежи много желающих поступать в ряды ЧАЭС? Одно дело, вы говорите, им интересно одеть погоны, совершенно другое, работать в этой сфере. То есть, ведь возникает очень много сложностей, и не каждый, мне кажется, может выдержать всех этих испытаний. Вы правы. Таких единицы только. Если мы говорим о пожарных, о спасателях, они в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование, военно-врачебную комиссию, в обязательном порядке проходят психологов. И при прохождении медицинского осмотра, они, медики дают заключение, способен данный человек на определенные, так сказать, риски. Может ли он принимать определенные решения в таких критических ситуациях? Это очень важно. Поэтому сказать так, чтобы просто пришел человек и захотел работать пожарным, такого нет. Как и будущие офицеры точно так же отбираются. Я помню еще в те годы, когда работал, в обязательном порядке, мы, когда были еще руководителями, еще и возглавляли те или иные подразделения, мы в обязательном порядке ходили в школы. Мы встречались с выпускниками, и всегда им показывали, рассказывали про нашу службу, что это такое. Все прелести или все свои нюансы открыто, все ребятам говорили. И отбирали, и отбирали достойных. Вот именно все-таки преемственность поколения, вот она и есть в том, что мы готовим кадры, именно начиная, пусть даже с этой медкомиссии, пусть даже с этой беседой, с личной беседой. Точно так же, я же не просто захотел прийти в пожарную охрану в далекий 1986 году, я точно так же проходил беседу, я разговаривал, я точно так же проходил военно-врачебную комиссию. Поэтому, если более так, как вы задали вопрос, то, конечно, желающих прийти именно в органы гражданской защиты, сейчас довольно-таки много, есть много желающих. Но остаются самые стойкие. Остаются самые стойкие, самые достойные люди, которые именно могут принимать решение именно в критических ситуациях. А вы знаете вообще, спасатели – это коллектив. Коллектив, он должен быть одним, единым. Коллектив спасателей нашей области, он один из передовых в республике. Спасатели наши ежегодно участвуют на таких соревнованиях, ежегодно проводят соревнования Каспас в горных условиях, в горных реках. И наши ребята многие годы занимали первые места. Поэтому наши спасатели и наш гарнизон, он все-таки считается одним из положительных и лучших гарнизонов в республике Казахстан. Как по оснащению, как по кадрам, которых здесь воспитывает нынешнее руководство. Поэтому довольно-таки серьезная подготовка здесь. Ну вот с высоты прожитых лет, что вы можете сказать молодым спасателям, которые только начинают делать первые шаги? Первые шаги. Мы всегда им говорим о том, чтобы они смотрели на своих старших товарищей, в первую очередь. Слушали их, не пренебрегали теми или иными советами. Вообще, любое нарушение или же допущенное нарушение, пусть это по линии техники безопасности, это связано с нарушением, это связано с средствами индивидуальной защиты, ну и так далее. Это плачевно, это может привести как к гибели самого спасателя, так и к гибели того, кому спасаем. Поэтому для молодых ребят очень важно все-таки, как на теоретических занятиях изучать всю программу, точно так же ее стараться применять, ее в практике. Если что-то не хватает, всегда есть старшие товарищи, у которых можно спросить. Ну, а пожелать ребятам, наверное, только удачи. Удачи в первую очередь в нашей службе, удачи, терпение, как я и говорил, это коллектив, коллективизм. Это дружность, сплоченное подразделение, пусть оно маленькое в составе отделения, пусть это будет одна пожарная часть, это будет спасательный отряд. Поэтому сплоченность в коллективе, как и в гарнизоне. Спасибо. Ну вот за свою долголетнюю службу вы были неоднократно поощрены различными грамотами, дипломами, медалями, их очень большое количество. Но есть ли самые такие значимые и ценные для вас награды? Я, как до этого ранее и говорил, у меня два брата, один старший брат имеет медаль за отвагу на пожаре, братишка Ерлигышин, племянник Ерлигышин. У них серьезные награды. Ну, у меня медалей тоже много, но такая самая теплая, это отличник пожарной охраны. Вот это такой нагрудный знак. Но вы сегодня пришли без нагрудного знака. По скромчили. Да. Нагрудный знак. Их не так и много по всему Казахстану. Их считанные количества. Одна из них у меня. Но все-таки главная награда, наверное, заключается не в этом, согласитесь. Конечно. Не в грамотах, не в количестве грамот, медалей. А что для вас служит успокоением, для души? Я же говорю, мы когда вспоминаем эти или иные пожары, самое главное для любых период проведения ликвидации, чрезвычайной ситуации, по завершению, это благодарность людей. Для нас это очень важно. Это очень важно, когда ты после пожара, там, из-за подвала, а с такой жары, когда выходишь, и простые граждане, когда тебе могут принести просто воду, чтобы попить. И это благодарность. Душевные такие моменты, теплые, остаются, наверное, в сердце. Они всегда в памяти остаются. На всю жизнь. И мы ради этого и работали, наверное, все эти 32 года, чтобы получать тепло, то тепло от людей. К сожалению, несчастные случаи, они, да, происходят. К сожалению, они сейчас, они имеют место. Но хочется, чтобы их было меньше, чтобы всегда люди могли радоваться жизни и без этих чрезвычайных ситуаций. Замир Амгельдевич, мы знаем, что семья для вас всегда была надежным тылом, наверное, как и для любого, скажем, спасателя. Расскажите нам о своей семье, о детях, внуках. Ну, с супругой мы более 30 лет. У нас двое детей. Сын Ренат, 87-го года, и дочка Салтанат, 91-го года рождения. Обои, они женаты. Внуков у казахов нельзя говорить количество, поэтому... Тайвашкар, бар, есть у нас в Нокии. Вот, а если о семье, вы правы, в плане того, что мы всегда на работе и день, и ночь. Бывают, конечно, и дни, когда мы отдыхаем, и дома, когда нет чрезвычайных ситуаций, выходные дни мы посвящаем семье. Но семья для нас это очень важно, потому как за все эти годы домашний очаг, тепло, уют. За нами все-таки это семья, в первую очередь супруга. То есть супруга всегда с пониманием относилась к вашему отсутствию дома, да? Ведь бывает у пожарных неотложные вызовы, вы всегда на телефоне, всегда должны быть на чеку. То есть в любое время суток вас могут вызвать на работу. Интересно то, что она, наверное, привыкла к тому, что нас могут в любое время вызвать, и мы можем через определенное время прийти, грязные, чумазые, все в дыму, и все это приходят стирать. Но тем не менее, молча все это, все эти годы рядом, всегда тепло, всегда накормят, всегда дети в порядке. Не всегда у нас удавалось, так сказать, уделять время своим детям. Поэтому основная нагрузка все-таки на женщин, на хранительскую очага, мою супругу, Гуляим. Ну а в чем, по-вашему, заключается все-таки секрет семейного счастья? Это, наверное, понимание и уважение. До этого вы сказали, что у казахов не принято точно называть количество внуков, но, значит, выходит, вы суеверный человек. А вот у пожарных есть какие-то тоже свои приметы, какие-то суеверия? Вот вы верите в них? Придерживаетесь ли? Ну, сейчас суеверие как таковой, ну, помолвь всегда, это... Вы знаете, мы утром, прежде чем приступить к работе, у нас проходили разводы. Развод – это караул, который сменяется, и караул, который заступает. И там настроят, там равняются, мирно. Кто-то принял, кто-то сдал дежурство. И в этот момент мы заступающий сменой, если у него в то время кирзовые сапоги были начищены, у нас сразу такое подозрение было, значит, сегодня на пожар поедем. Ну, как-то так. Ну, а так что, в принципе, всегда за сутки, 24 часа, ты в ожидании. И вот этот звонок, тревожный звонок, который громко звенит и днем, и ночью, сразу же это у каждого пожарного, это волнение. В любом случае, всегда же спрашивают, вы боитесь пожара или нет? Ну, и страх есть, да? Страх, он всегда присутствует у любого человека. Но это управляемо, по звонку мы собираемся, выезжая на те или иные чрезвычайные ситуации, значит, в коде передвижения мы собираем ту или иную информацию о чрезвычайной ситуации. Мы уже знаем примерно, какие площади, что именно, сколько пострадавших, где есть какая угроза, принимаются какие решающие направления, что делать. Мы по ходу все это, уже когда прибывает подразделение, тогда уже приступают. Тогда уже не до страха и не до чего, просто люди работают в этой ситуации. Почему я сегодня подчеркнул, коллектив это единое звено. У пожарных есть понятие, когда газодымозащитная служба, это когда в дым люди заходят, это как минимум три человека, они заходят в одной сцепке, в звене. То есть неотделимы друг от друга, чтобы, так сказать, кто-то из них не остался. Вот эта сцепка, это пожизненная сцепка, наверное, у пожарных, у спасателей, которые друг за другом следят. Помимо того, что они выполняют задачу по спасению людей, по спасению имущества граждан государства, они еще защищают друг друга. Это важно. Ну а сейчас самое главное, спите спокойно. Вы знаете, передвигаясь по городу или в областном центре, когда видишь, что что-то горит в лесу, дым, мы уже примерно знаем, интересно, что там наши ребята делают, чем они занимаются, как они там правильно, все ли у них нормально. То есть душа все равно болит. Конечно, мы, я так думаю, что это уже неотъемлемо. От нас, с нашего сердца это не убрать, с души все это. Это годами уже нажито, поэтому воспринимается любой пожар, любая чрезвычайная ситуация, в средствах массовой информации, когда освещают те или иные события, кто-то хвалит, кто-то, так сказать, с подковырками эти диванные наши критики, которые там говорят, что опять без воды приехали. Обидно, конечно, бывает, но хорошо то, что большинство людей все-таки относится положительно к работе именно спасателей в данный момент. Поэтому надо всегда читать именно положительные моменты и настраиваться. Но если в критике есть какая-то доля правды, конечно, это тоже надо учитывать. Вот, как-то так. Ну и в заключение нашей передачи, конечно, вы можете поздравить с экранов телевизора всех своих коллег, свой сплоченный коллектив с профессиональным праздником. Ну, пользуясь случаем, 19 октября с 2008 года является Днем Спасателей. Уважаемые коллеги, ветераны, наши молодые сотрудники органов гражданской защиты, разрешите поздравить вас с праздником, с Днем Спасателя. Пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов, удачи во всех начинаниях, сухих рукавов, и чтобы чрезвычайные ситуации и отработки все проходили только на учениях и как можно было меньше практики. В реальных чрезвычайных ситуациях. Успехов вам, удачи. Еще раз с праздником. Ну, а мы благодарим вас за участие в нашей передаче. Тоже хотим пожелать вам только успехов и удачи, крепкого здоровья, побольше сил и энергии, душевного тепла и счастья. Спасибо большое. С праздником вас. Спасибо. Верьте в себя, не сбивайте с пути, и тогда у вас непременно все получится. А на этом я с вами прощаюсь. Встретимся ровно через неделю на телеканале Акжаик в передаче «Дорога жизни». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok